здравствуйте мои дорогие это прекрасный день 12 сентября никто не знал что он таким будет 23 градуса данный момент тому времени я дойду будет 21 но суть не в этом то что я слушаю классную книгу называется головоломка поэтому сейчас я включаю и будет прослушивать головоломку классная книга всего лишь 64 кусочка когда древнего прошлого не останется и следа когда умрут люди и рассыплются в прах вещи еще долго прибудут запах и вкус более хрупкие но и более живучие спокойное верное они как души перекликаются ждут и надеются что на руинах всего сущего сохранят пусть даже в крошечной капельке гигантское здание памяти марсель бруст в сторону свана глава 1 вся медицинская бригада занимавшиеся люкой шардоном собралась вокруг его кровати они убрали все электроды электроэнцефалографа показатели электрокардиографа и других аппаратов свидетельствовали о стабильности состояния пациент пристегнутой кровати ремнями пришел в сильнейшее раздражение я буду говорить только с моим психиатром а все остальные пусть уйдут пожалуйста палата мгновенно опустела люка шардон попробовал поднять голову но не смог не пытайтесь сказала санди клеор вы долго были в тяжелом состоянии так что пройдет немало времени прежде чем ваши мышечные рефлексы восстановятся ну да ремни очень кстати они не дадут мне упасть или пораниться так психиатр присела на край кровати и убрала солба пациента прядь светло каштановых волос красивая молодая женщина на вид не больше 30 была без халата больница где лежал люка находилась сотни километров от отделения для сложных больных в котором она работала не стоит иронизировать люка это для вашей же пользы иначе нельзя чушь все возможно если захотеть как вы себя чувствуете он взглянул в окно повернул голову и посмотрел прямо в глаза своему врачу в очень красивые темно-голубые глаза скажите доктор клеор как долго вы пытались меня лечить до перевода сюда а вы не помните нелепый вопрос как сумасшедший может что-то помнить реальность и время понятие ничего не значащие для безобцев разве вы этого не знаете клеор задумалась речь и рассуждение пациента показались ей связными совершенно логичными и без малейшего намека на агрессию 4 месяца вы провели в ОТБ 4 месяца вы считаете электрошок действенной процедурой без нее нельзя обойтись или нечем заменить вы понимаете какую боль причиняли мне пока лечили знаете каково это получить разряд в сотни тысяч вольт тебе кажется что глаза вот-вот вылезут из орбит а все вены взорвутся вам стоит попробовать хоть раз может тогда поймете психиатрам следует опробовать на себе любую терапию прежде чем применять ее к другим санди клеор искоса взглянула на ремни на запястьях пациента этот человек мог напасть без предупреждения стремительно как кобра он не раз это делал психоз непредсказуемый и разрушительный недуг больные страдают галлюцинациями их обуревают бредовые идеи большую часть времени они существуют в параллельной реальности что очень затрудняет лечение в случае с люкой шардоном дело осложнялось тем что даже в моменты посветления он оставался параноиком и любую попытку врачей и медсестер позаботиться о нем воспринимал как заговор или травлю электротерапия помогла вашей памяти вытолкнуть на поверхность некоторые воспоминания о прошлом как бы вы к этому не относились что бы себе не думали но она вам помогла бросьте доктор вы подкармливали мой страх и усугубляли страдания считали что лечите но лишь ухудшали ситуацию электро кардиограф подал сигнал бедствия сердце выдавало сто двадцать ударов в минуту люка опустил глаза на иглу капельницы и замедлил дыхание пытаясь успокоиться вы с доктором полем гамбье этим любителем трубочного табака вели пространные беседы полагая что больной в отсутствие а я все слышал и каждый день по крупице терял рассудок это трудно понять и уж тем более проверить он попытался размеяться но закашлялся лицо покраснело от натуги отдышавшись он спросил как там сесиль жанна мертвецы все еще бродят за ней по пятам увы и она по прежнему сдирает с себя кожу если остается без смирительной рубашки к сожалению лучше сесиль не стала и не станет пока она заперта в вашей больнице покойники от нее не отвяжутся он вздохнул очень жаль она красивая женщина у нее такие чудные темные волосы длинные до пояса я всегда любил смотреть на них касаться ладонью сесиль жанна много для меня значит вам это известно да конечно на мгновение глаза люки стали пустыми но он сделал над собой усилие и вернулся к разговору пока я был в коме кое-что происходило доктор клиор и это кое-что может поставить под вопрос некоторые ваши варварские методы психиатр не понимала к чему клонит люка но имея опыт подобных разговоров не позволило выбить себя из колеи если знаете чудо решения люка поделитесь со мной лучше задам вопрос вы блестящий врач вот вы и скажите способен ли мозг исцелить сам себя очиститься от гнили без внешнего вмешательства лекарств врачей как заживают ссадины на коленках даже если их не мазать йодом она покачала головой выздоровление путь к той части себя которую мозг сознательно заблокировал пациенты по большей части не способны пройти этот путь самостоятельно им мешает болезнь мы психиатры помогаем нашим пациентам разрушать барьеры люка поймал взгляд санди он хотел чтобы она в полной мере прочувствовала его слова я знаю правду я точно знаю что произошло в тот день 22 декабря доктор мне известно кто убил бы смирых игроков я вижу его лицо как сейчас вижу вас доктор санди клеор выпрямилась ее пациент никогда не говорил ничего подобного он воспринимал ее как мучительницу считал что она участвует в заговоре против него она постаралась сохранить нейтральный тон но возбуждение брало верх и кто же он что именно вам известно о том дне 22 декабря люка шардон поднял глаза нависевшие над телевизором часы доставайте ваш серый диктофон доктор тот самый которому вы доверяете все эти грошовые умозаключения я оставила его в отделении очень удачно поезжайте пока дорогу не занесло снегом и зайдите в мою палату ту где меня держали до перевода сюда я кое-что спрятал в одном из металлических прутьев кровати достаньте это возьмите диктофон и возвращайтесь оно того стоит надеюсь времени у вас достаточно потому что историю которую я собираюсь рассказать 22 декабря утро в сердце альп выдалось сухим и морозным в такую погоду хорошо надеть снегоступы и отправиться на прогулку ну что ж счастья вам удачи любви успехов следующая часть будет в следующем ролике пока пока до скорых встреч удачи 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 удачи